В Саратов с официальным визитом прибыл спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Политик принял участие в церемонии закладки первого камня в строительство предуниверсария. Уже в следующем году учреждение должно быть полностью укомплектовано. Подробнее об уникальном социальном проекте в сюжете Станислава Жижина. В этой школе пока еще не учат. Ректоры ведущих саратовских вузов пока лишь официально закладывают камень в основании будущего предуниверсария. Учреждение для одаренных детей региона, рассчитанное на 600 учеников, станет одним из первых в стране, где гениев будут готовить к вузу с ранних лет. Планы у нас серьезные. В этом году завершить строительство предуниверсария, на будущий год оборудовать его всем необходимым. Но и ближе к сентябрю объявить конкурс, набрать тех, кто захочет здесь учиться. Профессиональный конкурсный отбор предстоит пройти и преподавательскому составу готовить учеников. Предуниверсарии будут педагоги всех саратовских вузов, а именно классического, технического, а также аграрного и медицинского университетов. Те наши ученые, которые сегодня, мы еще раз убедились, находятся в нашей высшей школе на саратовской земле, они наши четыре базовых университета, будут иметь такую возможность, наши ученики, получать именно образование у таких первых и лучших сегодня профессионалов. Искать воспитанников уникального учебного заведения будут не только в Саратове. Предуниверсарий соберет в своих стенах ребят со всего региона. Для гений физглубинки будет построено общежитие недалеко от школы. Также недалеко от учреждения будет расположен физкультурно-оздоровительный комплекс. Эти и другие условия, по словам Вячеслава Володина, создаются для того, чтобы школьники, отучившись в предуниверсарии, поступили в саратовские вузы, а по их окончании смогли найти себя в профессии на саратовской земле. Люди живут в свободной стране, и нужно это понимать. Но для того, чтобы они остались здесь у нас, вот Валерий Васильевич, мы ему помощники, будем делать все для того, чтобы такие условия появились, чтобы было приятно молодежи, чтобы была возможность и самореализации, и, что самое главное, комфортной жизни. Именно для комфортной жизни в городе реализуются сразу несколько крупных проектов, инициатором которых также выступил спикер Госдумы еще в прошлом году. В центре города появилась просторная и современная пешеходная зона, а сотни дворов областного центра были полностью отремонтированы. Станислав Жижин, Олег Бирюков, Саратова, 24.